Как вы рассматриваете сближение между Россией и Саудовской Аравией? Это вызвало недоразумение относительно отношений Саудовской Аравии с Америкой? Да, действительно, особенно после форума в Аргентине, саммита G20, мы могли видеть, как сблизились отношения и начали совсем на другом уровне говорить об отношениях России и Саудовской Аравии, особенно о том, что в сторону договорились 2 миллиарда инвестиций в российскую экономику. Это очень важный успех для России с учетом текущих санкций. С одной стороны, мы можем сказать, что да, это действительно повлечет какие-то пагубные отношения с Соединенным Штатами Америки, но с другой стороны, мы видим, что на самом деле эти контракты, все эти связи, они не настолько знаменательны, не настолько значительны, чтобы на них обращало внимание именно Соединенные Штаты Америки. Потому что мы с вами можем вспомнить предыдущий визит, последний визит короля Саудовской Аравии в Москву, в рамках которого было подписано колоссальное соглашение о том, что даже велись разговоры о том, чтобы создать производство автомата Калашникова на территории Саудовской Аравии. То есть, самый же, получается, главный покупатель, один из самых главных покупателей американских оружий все время была Саудовская Аравия. А вот тут она, значит, и читает, пьяняет, диверсифицирует своих партнеров по закупке вооружений. А по сравнению именно с этим моментом, да, на сегодняшний день мы видим, что Россия проявляет такой нейтралитет в связи с убийством саудовского журналиста в консульстве в Стамбуле. Мы видим, что Россия проявляет, скажем так, некоторую политику, схожую с Китаем, когда она не обращает внимания на политические вопросы, политические режимы в странах, да, и при этом ориентируется только на партнерство в сфере экономики. Поэтому с этой точки зрения я могу сказать, что на сегодняшний день Вашингтон не будет жестко реагировать на эту позицию, потому что и так дела не очень хороши с своими региональными союзниками в лице Саудовской Аравии, в лице Турции. Поэтому Вашингтон будет максимально закрывать на это глаза. Даже если в том случае, если Саудовская Аравия закупит в России ракетные системы С-400. А вот тут уже немного другая ситуация, потому что мы должны учитывать, что если действительно дело дойдет до этого, то это будет уже вторая страна на Ближнем Востоке, союзник Америки когда-то, которая закупает, отказывается от техники, особенно это непростая техника, это зенитно-ракетные комплексы, которые составляют основную защиту государств. Это будет позитивно для России, потому что раз Саудовская Аравия закупает, то есть партнеры, которые не так общительны с Россией, то уже остальные начнут. Последуют контракты с другими странами Персидского залива. Поэтому я думаю, что в этот случай уже все будет серьезно. Сразу, конечно, поднимут дело с убийством Джамаля Хашкаджи, потому что мы понимаем, что Конгресс на это глаза не может закрыть, Трамп тоже не может, потому что Трамп, как он себя проявил, как хороший бизнесмен, который заключает большие контракты. Если же контракт нарушается, соответственно, Трамп тоже начнет давить. К тому же Саудовская Аравия способствует сближению также Египта и Объединенных Арабских Эмиратов с Россией. Да, это правда. Это тоже тенденция. Да, мы могли видеть, что на самом деле Египет всегда выступал рупором, скажем, российско-ближневосточных отношений, потому что в любые времена, даже в период, когда разные позиции были по сирийскому конфликту, Каир всегда поддерживал диалог, открытый диалог с Россией. Потому что для Каира важно. Это как исторические связи еще со времен Гамаля Абдальнасара, так и современные связи, потому что большой поток туристов, различные энергетические проекты, как мы знаем, строительство атомной электростанции, возможности об участии России в проектах нового развития Суэцкого канала. Это все важно для Египта. Египет это понимает. Египет также осознает большое влияние России в регионе. Поэтому, да, мы можем это заявить. Но вот с Эмиратами уже, конечно, новая идея. Потому что для Эмират все-таки там всегда была важна идея ориентированность на Запад, на Соединенные Штаты Америки. Но если будет действительно близкое сближение с Москвой, это покажет, скажем так, некоторое фееричное развитие российской ближневосточной политики. Потому что в период санкций, как я уже отмечал, для России важны эти страны, как источник инвестиций. Потому что Запад отклоняется, с Китаем работать все-таки сложнее, с Востоком, да, остается только Ближний Восток, которым можно имело воспользоваться. И на этом фоне Эмираты точно так же. Наследный принц Мухаммед бен Зайд, он тоже рассматривается нейтрально в России. Но некоторые страны Запада относятся к нему, как, скажем так, это вторая такая же личность, как Мухаммед бен Салман. Потому что в некоторых западных странах, в Канаде в том числе, да, на Мухаммед бен Салмана смотрят, как на нового диктатора. И эта некоторая такая токсичная идеология передается на правителя Эмирата. А для России, опять же, она выступает нейтрально в этом плане, поэтому только партнерство, никакой политики. То есть, наконец, отстаивание экономических интересов. Как думаете, можно это считать началом полного возвращения России в Ближний Восток? Но после Сирии еще глубже поступать? Да, возможно, но необходимо учитывать, быть рациональными людьми. Россия ограничена в своих экономических ресурсах. Любое присутствие подразумевает и возможность экономического взаимодействия. Мы говорим о привлечении инвестиций. Страны будут инвестировать до тех пор, пока это выгодно. Для этого должно измениться некоторое, скажем так, инвестиционное законодательство, инвестиционная атмосфера в самой России. Потому что все-таки те же самые саудовские, те же самые эмиратские компании в большинстве своем ориентированы на западные рынки. У них есть уже контракты с американскими. И в случае, если они попадут в ряд этих санкций, они, конечно, откажутся от сотрудничества с Россией. Что касается именно возвращения России, мы можем сказать, что да. Почему? Потому что мы видим тесные связи именно по системе вооружения, по силе, да, говоря по политике, с Ливаном, который всегда был прозападным, ориентированным на Францию в то же время, потому что, ну, франкоговорящие большинство, и это все как-то влияет. Россия вот буквально две-три недели назад заявила о том, что безвозмездно передала вооружение для сохранения безопасности в Ливане. Это о чем-то это говорит. Кроме того, отношения России и Ливии. Мы видим, как часто Халиф Хафтер, один из главных акторов на сегодняшней политической сцене Ливии, часто посещает Россию, даже уж слишком. Мы можем также это видеть на примере того, как страна. Допустим, поссорились страны залива с Катаром. Куда приехал эмир Катара? Обязательно в Россию. Потому что уже только, сочетается не только, допустим, учитывает интересы не только Америки, каких-либо еще других акторов, но обязательно России. Потому что уже понимают, Россия может показать зубы, как говорят, своим оружием. И идут, советуются. А отношения с Турцией, особенно сейчас период, когда они на пике, мы можем совершенно уверенно говорить о том, что сейчас отношения между двумя странами на пике, на высоте. Почему? Потому что две страны взаимосвязаны. Здесь нельзя говорить о том, что какая-то из сторон превалирует, что кто-то подчиняется кому-то. У каждой из сторон есть интересы, взаимные интересы, это экономические, которые в энергетические проекты, с Южным потоком, с Акую. Есть политические, которые, это договоренности по Эдлибу. Сейчас все ждут того, что завершится фаза договоренности по Эдлибу, Турция сможет до последнего, скажем так, посодействовать в выведении тяжелых вооружений Хаят-Ахри-Рахшам, а после этого станет вопрос Африна. То есть вопрос с иракскими, не иракскими, а сирийскими курдами. И мы это понимаем. И, конечно же, ситуация с Ираном, потому что это тоже важно. Иран является одним из региональных центров силы на Ближнем Востоке. Мы этого не можем отрицать. Наряду с Турцией, даже некоторым, где с Катаром, правда, Катар после свержения Эмира и замены его сыном потерял такой статус, Саудовская Аравия, Израиль, наравне с этим странами это тоже центр силы. Мы понимаем, что у России с ними хороший диалог. Соответственно, о чем мы можем говорить? Россия может выступить модератором, медиатором каких-либо разногласий и получать с этого свои профиты и действительно начинать снова забирать свои позиции. Ну, не скажу, что забирать, восстанавливать свои позиции на Ближнем Востоке. И как это будет? Как это повлияет на дальнейшую ситуацию в Сирии? Насчет Сирии, смотрите, я вам скажу, ну, как я вижу, да, конфликт как таковой, он еще не закончился. Потому что впереди ожидает долгий процесс политического регулирования. Но, как мы видим, стороны еще совсем в этом не заинтересованы. Военное присутствие Соединенных Штатов Америки все больше и больше увеличивается. Несмотря на, вроде бы, риторику Госдепартамента США о том, что нужно снижать, еще даже при администрации Обамы, они максимально снизили. Но Трамп смотрит на это по-другому. Трамп не хочет терять свои позиции, хоть об этом не говорит, что самое примечательное. Кроме того, но, то, что мы дойдем до политического долга, что мы с вами станем этими свидетелями, на это есть определенные характеристики. Это то, как мы видим, как сближаются позиции с Саудовской Аравией, Эмират, Египта, того же самого, по вопросам Сирии. А также мы можем с вами понимать, что единственный вопрос, который может возникнуть, который ухудшит эскалацию, это вопрос с Ираном. Если Россия не сможет договориться, потому что Иран уже чувствует некоторое притеснение со стороны России. Это связано с тем, что в прессу просочилось, насчет фосфатных руд, насчет, совсем недавно, кстати, одна из российских ведущих издательских агентств информационных, она опубликовала интервью с одним сирийским шиитским шейхом, который сказал, что Хизбалла уходит из Сирии и Иран приходится уходить, потому что Россия не совсем заинтересована в том, чтобы иранское военное присутствие было очень значительным. Потому что для России важно сейчас договориться с Израилем, который очень недоволен присутствием иранских сил на территории. То же самое Саудовской Аравии. И для этого соответственно нужно как-то находить компромисс. Но я думаю, что с учетом общей обстановки все-таки удастся договориться с Ираном, а с Турцией это будет вопрос конечно с Африном. Как решить ситуацию, так и завершится скажем так вооруженная горячая стадия сирийского кризиса. Продолжение следует...